еще помешать помесить то есть какая разница лишь бы сделать правильно тесто будешь всем привет из солнечной калифорнии сегодня я буду делать необычное такое блюдо на улице на гриле пиццу я буду делать от начала и до конца то есть замесить надо тесто и потом как обычно начинку и туда-сюда и будет пицца готова ну что для начала пройдемся по ингредиентам мне надо будет примерно 360 грамм муки 300 грамм воды теплой примерно комнатная температура 1 чайная ложка сахара 1 чайная ложка дрожжей сухих примерно 3 столовых ложки оливкового масла и полторы столовой ложки соли для начала мы возьмем запустим наши дрожжи в воду теплую чтобы они начали работать туда же подсыпем чайную ложки сахара все это хорошо размешаем ни в коем случае в эту воду до дрожжами нельзя кидать соль потому что она может убить процесс тот который нам нужен ну вот посмотрите дрожжи уже начали чуть работать я не знаю если видно как она все немного бурлит полторы столовых ложки соли 3 столовых ложки масла ну и все это хорошенько по чуть начинаем размешивать ну вот что у нас получилось дрожжами вы видите да они сделали свое дело размешиваем теперь берем руками вот так хорошо все мешает будем мешать до однородной массы тесто у нас должно получится очень красиво и вообще многие делает тесто по-разному кто тесто месяц и оставляет на 24 часа а кто-то делает на час поэтому каждый делает по-своему подсыпем немного муки на нашу платформу и начинаем сеть таким макаром тут я сделал тесто примерно на две пиццы поэтому одну пиццу мы сделаем сегодня основное тесто просто уберем в морозилку потом просто с достанем его и сделаем вторую пиццу месить надо тесто минимум пять минут вы конечно извините за мой русский я как говорил же в америке очень давно поэтому мне очень много людей пишут комментариях что я там неправильно что-то выговариваю ударение не ставлю на эту букву там извините конечно но это не важно я считаю чуть-чуть даже смешно читать такие комментарии пиццу я делаю первый раз именно таким путем поэтому прошу не судите строго я знаю некоторые умники любят написать ты что творишь ты не так делаешь я же говорил самого начала что я не профессиональный повар я просто люблю это делать и все поэтому пишите сколько вам угодно оскорбляйте мне как-то все равно главное я честен перед собой перед вами так нам осталось три минуты еще помесить я помню когда жил на украине ездил бабушки в село село васильевка называлась болгарский район она всегда ночью месила тесто для хлеба такой хлеб она пекла просто это не передать вырезаешь корочку наливаешь туда подсолнечного масла красный перец паприку наверно солью и вот это все кушаешь вот этот вкус просто он у меня с детства живет я его никогда в жизни не забуду вот что у нас вышло красота какая я немного возьмем масло чуть-чуть хорошо смажем стенки теперь возьмем наше тесто делаем из него вот такое красивый как мячик ставим сюда переберем немного масла смажем вокруг наше тесто берем клеенку ноги накрывают полотенцем я буду делать клеенкой закрываем чтобы у нас воздух не попадал ну вот тесто мы наше замесили теперь возьмем оставим его как я говорил на 6 8 часов пускай тесто наше растет забыл сказать тесто оставляем при комнатной температуре тесто наше отдыхала ровно пять часов я говорил от шести до восьми но у меня как бы времени нет поэтому я сделал чуть пораньше посыпем много муки берем наше тесто делим пополам чуть-чуть опять перемешиваем помешали опять помещаем его сюда накрывая сверху также этот кусочек смешиваем помещая его в эту тарелку и отправляют тоже ну вот тесто я еще раз смешал получается пять часов она поднималась опять замесил отправил еще на один час такие у нас два кусочка получились я вот купил вот такую тарелку керамическую раскатаем по вот такому диаметру делаем бортики все будет красиво пицца будет я думаю очень вкусно так что встретимся через час ну что тесто наше готовое оно отдыхало ровно получается шесть часов и двадцать минут платформу нашу как я говорил керамическому у меня вот такая платформа хорошо ее мукой обсыпем теперь возьмем и вот так хорошенько наше тесто раскатаем посмотрите тут какие пузыри то что надо нам надо это все тесто хорошенько вот так вот растянуть бортики обязательно оставляем я не профессионал мы что-то делаем вот отлично видел как то еще вот таким способом раскатывают вот так на низ берут сюда вот это то что надо получилось такой маленький бортик есть раз хорошо теперь возьмем вот такой соус я купил специально для пиццы помидоры оливковое масло морская соль лук чеснок хорошенько растираем у нас можно купить здесь пиццу как бы почти готовую просто духовку кинул запеклась соус намазали теперь я возьму вот такой вот моцарелла сыр вот такие мелкие кусочки порежем со всей поверхности его раскидаем если кто-то сделал из вас пиццу начиная от теста со всеми начинками по-другому как-то напишите пожалуйста интересно просто как вы сделали берем лук и режем на вот такие колечки только немного потом мелко вот так нарезаем так я лук не буду посыпать везде потому что у нас дети не едят ставлю два кусочка просто сыр и соус теперь я беру вот такой чеддер сыр натираю его сыра нам надо будет много так хватит покрываем нарезал наш шпинат чуть посыпем сверху теперь возьмем сладкий перец нарежем на вот такие тоненькие полосочки тоже посыпем сверху берем наши грибы посыпаем сверху мы делаем одну половину для себя женой другую половину просто детям сыр и соус и помидорки можно резать помидоры большие кольца я видел в одном ресторане вот такие помидорки маленькие шкуркой вверх пицца наша готова посмотрите какая у нас получилась пицца выходим на улицу гриль наши уже разогретая получается по цельсию 300 градусов отправляем нашу пиццу на 12-15 минут будем посматривать и закрываем пиццу можно делать с колбасой курицу по разному у нас даже говядину ставят но мы решили делать пиццу сегодня без без мяса такая у нас получилась пицца пицца наша готовая пришло время ее попробовать пицца получилась очень вкусная тесто то что надо начинка все единственный прокол который получился у меня в этот раз вот эту тарелку керамическую которую я вам показывал я ее купил она может быть тоже она новая я не знаю что случилось я вроде бы посыпал мукой все но но немного прилипло пришлось поработать чтобы ее отлепить а так пицца очень вкусно мне понравилось надо главным дегустатором дать попробовать очень вкусно очень вкусно говорят что вкусно мы последнее время очень много мяса едим а тут что-то такое легкое просто супер подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео ставьте лайки делитесь в соц сетях делитесь с друзьями попробуйте этот рецепт если вам понравилось напишите не понравилось тоже напишите ну до скорых встреч в следующих роликах пока